Бабкина Дарья, ученицы 9-го Б-класса. Моя тема проекта — подростковая травля. Тип проекта — исследовательский. Начнём с того, что травля или буллинг — явление, к сожалению, нередкое в детских коллективах, в школьных коллективах, даже иногда бывает во взрослых коллективах. То есть сегодня я постараюсь чётко разъяснить, что является травляем, что является именно буллингом, и почему же, и как она возникает, почему возникает, и что делать родителям и детям, столкнувшись с этой проблемой. Сразу нужно оговориться, что нужно уметь различать саму травлю и просто непопулярность у ребёнка. То, что ребёнок, если сидит, играет сам, играет как-то, общается с парой человек и большинство времени проводит сам с собой, это ещё не значит, что его травят, это ещё не значит, что он жертва. Скорее всего, ваш ребёнок просто интроверт и просто не нуждается в постоянной компании. Если, приходя за ребёнком в школу или в детский сад, вы замечаете то, что он сидит один и просто ни с кем не играет, и нужно разводить панику. Просто нужно поговорить с ребёнком и узнать, как у него дела. Возможно, ребёнок просто не нуждается в этой компании. Травля же – это жестокое обращение со стороны сверстников. Реже и взрослых, иногда бывают такие случаи, что даже взрослые бывают неравнодушны к детям, выражающиеся в обзываниях, насмешках или даже в каком-то физическом насилии. Как правило, объект травли в конкретном коллективе в определённый момент всегда один, и приходится ему очень тяжело, потому что нет какого-то человека, который мог бы ему помочь. Он всегда один, а вокруг него те, кто говорят ему «ты делаешь не так», «ты делаешь не то», «ты плохой». Сейчас я попробую объяснить все цели, всё то, что нужно делать и как понять. Типичные черты подростков склонны становиться именно агрессорами. Это они испытывают сильную потребность господствовать и подчинять себе других детей, добиваясь таким путём своих целей, своих задач. Они импульсивны и легко приходят в ярость. Они часто вызывающе и агрессивно ведут себя по отношению к одноклассникам и даже реже ко взрослым, включая родителей и учителей. Он неуважительно общается с завучем, он неуважительно общается с учителем, он неуважительно, естественно, никакого уважения и не будет косверстников. Они не испытывают никакого сочувствия к своим жертвам. То есть даже если ты хороший, даже если ты всё умеешь, если всё можешь, то ты можешь быть подвержен именно этой травле. Как её избежать? Если стратегия хулигана заключается в том, чтобы унизить, чтобы опустить, чтобы заставить жертву чувствовать себя одинокой и без помощи, лучшим шагом именно со стороны ребёнка, который подвержен именно этому насилию, будет просто не молчать и говорить всегда в ответ. То есть если тебе говорят, что ты плохой, если тебя обзывают, то не нужно молчать и понимать, что да, да, я плохой. Нужно дать понять, что ты действительно личность, и ты действительно можешь что-то сказать. Иногда дети чувствуют, что взрослые не могут понять ребёнка, то есть зачем мне ему рассказывать, если он всё равно не поймёт, или зачем мне маме это рассказывать. Толку, она всё равно меня не поймёт. Даже сейчас хочу обратиться именно к родителям. То есть, ну, если ваш ребёнок приходит со школы, и видите, что он какой-то подавленный, не нужно говорить там, что у тебя случилось. Нет, нужно сесть и спокойно обоговорить, что у тебя в школе происходит, как у тебя дела. И каждый день, не просто так раз там в месяц, в три месяца просадиться, ну чё, как дела, и всё. Нет, так поступать нельзя. Нужно каждый день садиться и рассуждать ребёнком, как дела у тебя, что ты получил, какие у тебя отношения в школе, какие у тебя отношения со сверстниками. Всё нужно разжёвывать. Пока ребёнок не скажет, ну всё, теперь мне легче, теперь я знаю, что мне делать. Изоляция именно со стороны агрессора, то есть, если он тебя загоняет в угол, это способ запугать. На самом деле, только сказав взрослым, ребёнок может начать заново отстаивать свои права. Когда хулиган понимает, что он уже не может удержать жертву в изоляции, что жертва действительно достаточно сильна, чтобы протянуть руку и общаться с другими людьми, хулиган начинает терять силу. Ещё хочу подметить одну очень важную мысль. Что травля уничтожает самооценку человека. То есть, он больше никогда не забудет, что у него происходило в школе, или в детском саду, или, может быть, в каком-нибудь институте, университете. У объекта буллинга формируются комплексы. Ребёнок начинает верить, что он заслужил действительно плохого отношения к себе. Травля мешает учиться, потому что ребёнку не до знаний. Он думает, как бы поскорее убежать, как бы поскорее собрать вещи, чтобы меня не загнали в угол, не загнобили, и чтобы меня там не побили ненароком. Травля формирует тревожные расстройства. То есть, она формирует как фобии, так и депрессии. Ребёнок может сидеть и просто не общаться ни с кем, хотя раньше у него был достаточно большой круг общения. И, повторюсь, ни один человек, который прошёл через непринятие коллектива, никогда этого не забудет. Впоследствии негативное отношение к жизни в классе может перейти вообще на любую общность. Это означает проблемы с остальными коллективами. Агрессия может быть не только физическая. Она может быть с физической стороны, может быть и с психологической стороны. И тебя могут травить не только из-за твоих физических недостатков, они могут тебя травить из-за проблем со здоровьем, из-за плохой успеваемости, из-за того, что у тебя очки другого цвета, цвет волос или разрез глаз, отсутствие модной одежды или дорогих гаджетов, даже не полная семья. То есть те вещи, которые абсолютно не касаются агрессора, абсолютно не касаются ни его жизни, ни жизни какого-то там коллектива, вместе с которым он тебя гнынет. То есть это твоя жизнь, и тебе решать, какие тебе очки надеть, и в какой семье ты живёшь. То есть тебе всё нравится, а то, что ему не нравится, это не твои проблемы. Часто страдают замкнутые дети, у которых мало друзей, домашние дети, которые не умеют общаться в коллективе, и вообще все, чьё поведение не похоже на поведение обидчика. Те, кто травит, при желании могут докопаться и до фонарного столба. Исправлять какие-то особенности, ставшие поводом, бесполезно. То есть если ты плохо учился, и если ты резко начал учиться хорошо, тебя будут травить за то, что ты там что-то делаешь специально для учителя, чтобы у тебя всё было хорошо, тебя будут за это травить. Если ты плохо одевался, и если ты начнёшь хорошо одеваться, тебя начнут травить за то, что, ой, а где ты взял такую красивую одежду, начнут тебя гнобить за это. То есть если ты резко просто поменяешься, это ничего не изменит, тебя также будут травить. Хочу отметить несколько типов совершенно противоположных нападающих, первые – это популярные дети, короли и королевы со всей школьной свиты, лидеры, управляющие другими детьми. То есть они подчиняют себя практически всю школу, и всё, ты оказываешься без друзей, без знакомых, и все твои знакомые, все твои бывшие друзья в свите у этих лидеров. Второй тип – это асоциальные, оставшиеся за бортом какой-то компании, которым что-то не так, и он пытается укусить тебя, только потому, что ему плохо. И третий тип – это отдельный вообще тип агрессоров, это взрослые. То есть могут быть сотрудники школы. Как правило, это могут быть даже учителя. То есть тебя учитель может гнобить за то, к примеру, что ты девятиклассник или одиннадцатиклассник, и ты, к примеру, выбрал на сдачу предмет этого учителя. Ты говоришь, у меня любовь к этому предмету, я хочу его изучать, и тебе учитель говорит то, что нет, это, конечно, твой выбор, начнёт говорить миллион каких-то очень серьёзных фраз, и говорить то, что если ты будешь сдавать мой предмет, то я тебе поставлю два. Поставлю два в четверти, все четверти тебе испорчу двойками, и аттестата ты хорошего не получишь. А если ты не будешь сдавать мой предмет, если выберешь там какой-нибудь другой предмет, я тебе буду с радостью ставить четыре или пять. То есть, ну, тоже не очень, конечно, выход из ситуации, но нужно обговорить именно с родителями насчёт этого учителя, этого агрессора, и как-то попытаться с родителями эту проблему разъяснить. Как понять, что ребёнка травят? Ложь. Вот это первый самый признак, это ложь. Если ребёнок врет, а это будет видно, то, к примеру, откуда взялись повреждения? Ребёнок не может придумать объяснение. Говорит, что не помнит, как появились кровоподтёки, или не помнит, а, это свиняк, я не помню, откуда он взялся. Часто теряющиеся вещи, сломанная техника, пропавшие украшения или одежда. Ребёнок часто ищет повод не ходить в школу, притворяясь больным, у него часто заболевает голова или живот. Изменение пищевого поведения. Особенно нужно обратить на питание в школе. То есть, если ваш ребёнок не есть в школе, нужно спросить, почему. То есть, либо тебе там не нравится еда, либо это уже проблема. Ночные кошмары или бессонница. Также могут ночью мучить какие-то вопросы, которые он не может просто обсудить днём со сверстниками или с родителями. Испортившаяся успеваемость, потеря интереса к знаниям, ссоры со старыми друзьями или одиночество. Низкая самооценка и постоянная подавленность. Если вы видите, что ваш ребёнок часто ходит в ужасном настроении, то есть, если он часто ходит подавленный, всё плохо и вообще нет жизни больше, то это, скорее всего, будет одна из причин вашей травли. Побеги из дома и самопровождение и другие виды деструктивного поведения. Побеги из дома, самоповреждение и другие виды деструктивного поведения также бывают заметными признаками буллинга. То есть, если вы видите какие-то царапины в непонятных местах, вы видите, что ребёнок не мог сам себе их поставить, упав там где-нибудь случайно через камень, то это тоже может быть одна из причин. Что же нужно делать именно со стороны родителей? Что делать родителям в такой ситуации, если он заметил то, что да, так относится к моему ребёнку? Нужно обозначить для всех членов семьи рамки и ограничения неприемлемого поведения. Родительская любовь для ребёнка – вещь неочевидная. Если родители никак не проявляют своих тёплых чувств, у ребёнка может решить, что его не любят, и то, что он недостоин этой любви. Также формируются чувства беспомощности, незащищённости, а, следовательно, и неуверенности в себе. Поведение, беседы, просветительные работы по темам психологические особенности подросткового возраста, способы эффективного взаимодействия с ребёнком, тренинги для родителей. То есть всё это может помочь именно родителю, потому что тому родителю, кто видит то, что ребёнок не может самостоятельно справиться с этой правдой. Нужно со стороны воспитателя, со стороны учителя провести коррекционную работу с воспитанниками, то есть с детьми. То есть имеющие признаки жертв или уже ставшими ими. Разговор может даже держать в себе такие тайны, к примеру. Вы сели кругом в каком-нибудь кабинете, класса, и рассказываете именно тайны, которые вот прям вот внутри держатся, и которые хочется рассказать, но одному сказать страшно. При этом активно используется потенциал тех подростков, которые ведут себя позитивно. То есть они могут разрядить обстановку, они могут поддержать. Для того, чтобы понять, как исправить статус избоя, следует понять причину, по которой началось преследование. Скорейшее и грамотное запрещение ребёнка, ну, а в нашем случае подростка, с соответствующими средствами и воздействиями. То есть нужно понять именно, что давит на ребёнка или кто давит на ребёнка. И нужно, конечно, проинформить педагогический состав. Не говорить то, что у меня там, вон, Петька, его травят, он плохой, всё плохо. Нет. Нужно провести именно работу с учителями. Нужно дать учителям знать, что такая проблема есть, и что нужно её решить. То, что она не останется незамеченной. Нужно дать понять коллективу, то, что такие проблемы бывают, и то, что сами дети не способны в большинстве случаев с ними бороться. Чаще всего даже сами учителя, как я уже ранее говорила, могут стать именно агрессорами. Почему же я выбрала именно эту тему? Дело в том, что несколько лет назад я была подвержена травле, я была подвержена буллингу, и я понимаю все эти особенности, все эти вот тайны, которые ни один ребёнок не расскажет. И я могу сказать с уверенностью, могу с уверенностью заявить то, что ребёнок сам никогда не сможет справиться с травлей. Он никогда сам не преодолеет. Может быть, в каких-то редких случаях, но в моём знании, в моём понимании тех людей, которые я знаю, и на своём опыте я могу сказать точно, что самостоятельно эту проблему не решить никак. Одно время, конечно, я пыталась умолчать, пыталась справиться с этой проблемой сама, дабы не испортить статус отличницы, у которой всё хорошо в школе, у которой куча друзей, у которой всегда всё хорошо. Нет, это, наоборот, ещё больше давит, ты ещё больше утверждаешь себе то, что я раньше был хорошим, а сейчас почему-то я спустился. Почему? Когда я рассказала родителям про свою проблему, я думала, что всё, сейчас на меня начнётся дикая, вообще непонятная агрессия со стороны родителей, то, что они начнут говорить, что, почему, что ты не так делаешь, но их реакция была вполне спокойная. Мы сели спокойно, разложили всё по полкам, разложили всё, что и как надо делать. Именно благодаря родителям я справилась с буллингом. То есть они, что они не смогли мне дать, они наняли психолога. Мы с психологом все эти проблемы отрабатываем. То есть они наняли профессионала, с которым можно работать. Сейчас я хочу обратиться именно к тем детям, которые сейчас подвержены травле. Не молчите. Ни в коем случае не молчите. Всегда обговаривайте эти проблемы. Если не с родителем, то обговаривайте эти проблемы со школьным психологом, со школьными профессионалами. И самостоятельно с этой проблемой справиться невозможно. Ну, невозможно. Никогда. У меня всё. Спасибо.